Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, конечно, очень сложно начинать выступление, будем говорить, в большей хирургической аудитории с точки зрения терапевта-гастроэнтеролога. Но именно мы, терапевты-гастроэнтерологи, и так, как тут я должна это двигать? Извините, пожалуйста, подскажите мне, как работать этой машиной. Замечательно. То есть мы всегда терапевты, да и хирурги тоже находимся вот в такой иллюзии оптического обмана. На самом деле, вот этот путешественник, он не на берегу обрыва, он идет по краю реки. А это все остальное, это оптический обман, это утреннее отражение в воде вот этих скал, которые он должен преодолеть. И, конечно, я тоже думаю, что мы с вами сейчас не сможем обойти все вот эти нюансы, обговорить все нюансы заболевания поджелудочной железы, потому что, если вы посмотрите на вопросы, которые мы будем обсуждать, то вы поймете, что единой классификации заболеваний поджелудочной железы нет. Это очень много, и по ним мы просто пройдемся быстрыми такими мазками. И остановимся на спорных вопросах, те, которые всегда вызывают вопросы и у хирургов, и у гастроэнтерологов. Если мы обратим внимание на классификацию МКБ-10, то мы увидим довольно четко расписанную ситуацию с острым и хроническим панкреатитом. Но дальше идет вот та зона пограничная, в которой мы всегда путаемся. Это другие уточненные болезни поджелудочной железы. И вот здесь вот вопросы дифференциальной диагностики, они занимают первое причинное, первое значение. Но мы не должны забывать, что есть еще большая группа заболеваний поджелудочной железы, которая встречается при поражениях внутренних органов. Это вторичные изменения, но иногда заболевания поджелудочной железы выходят на первый план. И, конечно, аномалии, где у нас зона работы хирурга, терапевта и педиатра. Если мы будем говорить о стандартах, которые имеются у нас в распоряжении, то, наверное, их более 29 в наличии. И поэтому сейчас взять на себя такую ответственность, их проанализировать, это было бы совершенно не нужно. Те, кто работает с этой патологией, они их знают. Я хотела просто ознакомить вас с наиболее удобной такой методикой. Это методика, которая в онлайн позволяет нам оценить все симптомы и таким образом правильно определить тактику ведения больных с острыми панкреатитами. Вот это все тесты имеются в онлайн и действительно можно там пошагово что-то сделать. Но врачи опытные, они уже давно этот алгоритм имеют у себя в голове. Вот посмотрите, на каком количестве основных рекомендаций основана эта система АДЕПТ. Следующее. Очень много сейчас спорных вопросов обсуждается. Насколько мы должны уделять внимание в диагностике ферментной оценки активности ферментов? Насколько мы должны правильно оценивать этиологию? И здесь вот ревью основных рекомендаций по острому панкреатиту и в них полное разногласие. Соответственно, мы сейчас должны просто оценивать то, чему пришли вот к нынешнему, 13-му году. За 20 лет, с 93-го до 13-го года, был пересмотрен стандарт. Но если вы обратите внимание и посмотрите на него подробнее, мы увидим, что ничего существенно не изменилось. Кроме того, что в 13-м году введен острый панкреатит средней тяжести, и вот срочность постановки диагноза у нас увеличилась до 48 часов. Все остальное то же самое. То есть фактически мы не должны забывать историю, мы должны опираться на опыт людей, которые прошли эту дорогу раньше нас. И вот эта классификация панкреатитов Манхейм, она вообще не позволяет практическому врачу как-то работать. Потому что это аббревиатура от первых слов, по которым мы оцениваем и теологию, и отсюда должны делать какие-то выводы. Очень удобно для работы рекомендации 13-го года Российской гастроэнтерологической ассоциации. Они еще в проекте, и поэтому если вы их почитаете, и у вас возникнет какое-то желание внести дополнение или получить пояснение более точное, это можно все сделать на сайте Российской гастроэнтерологической ассоциации. И здесь очень четко прописаны критерии, просписаны клинические признаки, симптомы, методы диагностики, и те ситуации, в которых эти методы диагностики оказывают очень важное значение в плане выбора и тактики ведения. И там же, наконец-то, мы получили некоторые данные по эпидемиологии в России, потому что до этого все было очень разрозненно. И мы можем сказать, что эпидемиология в России, она практически по исследованиям превышает заболеваемость в Европе. Трудно сказать, насколько достоверны эти данные, но они имеют сейчас официальное такое значение. Будем сказать, что число вновь выявленных ситуаций диагностики хронического панкреатита увеличивается и от 5 до 23 случаев в год. И возрастной диапазон не меняется, это 30-35 лет, это хороший трудоспособный возраст. Но интересно, что увеличивается доля женщин. И вот эта доля женщин, она, по сути, пополняет вот эту группу сложной дифференциальной диагностической линии. Летальность после хронического панкреатита, обратите внимание, она ведь не так высока. Через 20 лет 50%. Но за 20 лет это, наверное, не только хронический панкреатит. Там коморбидные ситуации, какие-то другие сопутствующие вещи. Но если точно просчитано, что это произошло в летальный случай от осложнения или от развития, прогрессирования хронического панкреатита, то известно, что осложнения при обострении занимают менее четверти. А в основном это вторичные нарушения пищеварения. Поэтому вот хронические панкреатиты подтвержденные. Это, конечно, нужно тщательно наблюдать. Но мы должны понимать, как терапевты, гастроэндерологи, когда мы видим очаговое заболевание, это мы сразу начинаем беспокоиться. Что все-таки лежит в этой ситуации? Что представляет собой очаг? Какой субстрат? И вот в последнее время большое внимание уделяется аутоиммунному панкреатиту. Почему я не буду вам зачитывать эти определения? Потому что каждый год заседает круг панкреатологов, и в этом клубе дается новое какое-то определение. Но последнее определение, которое было в 2010 году принято и не пересматривалось, вот оно написано внизу. Оно включает в себя следующие моменты. Они включают в себя наличие обструктивной желтухи, гистологически уже подтвержденные передуктулярные инфильтрации и терапевтический ответ на кортикостероиды. И вот эти вот моменты, они всегда вызывают много вопросов в правильности назначения некоторых лекарственных препаратов. Известно, что распространенность не так мала, то есть 11%. Чаще это мужчины и преобладающий возраст старше 40 лет. Было очень много ошибок, когда в 2000 году были выведены первые критерии аутоиммунного панкреатита. Они были достаточно четкие. Там даже прописана длина, структуры поджелудочной железы, повреждения стенки, различные показатели ауто-антител. Но при этом мы тогда не обсуждали вопросы наличия иммуноглобулина G4. И, соответственно, очень много было ошибок. И накопив определенный опыт в 2006 году, были выведены критерии, которые, когда вы на них посмотрите сейчас внимательно, они напоминают любые критерии ревматической патологии. То есть есть 4 критерия. Из них один какой-то берется за основной, это данные инструментальных исследований. И потом рассчитывается по количеству найденных критерий. Если все 4, то есть диффузное увеличение поджелудочной железы, сужение главного панкреатического протока, повышение концентрации иммуноглобулина G4, характерные гистологические признаки и наличие других аутоиммунных заболеваний совпадает, вы совершенно достоверно выставляете диагноз аутоиммунного панкреатита. Это не хирургическая ситуация. Если же у нас присутствует первый критерий и четвертый, плюс наш пациент дал ответ на пробную терапию глюкокортикоидами, вероятен критерий. Но мы всегда должны держать в уме, что здесь вполне возможно все-таки есть онкологическая патология. А возможно это только один критерий, конечно, нужно дальше разбираться. Дополнительно в 2010 году на заседании клуба панкреатолог был выделен первый и второй тип. И они отличаются в основном почему? Потому что первый тип – это системное заболевание в рамках иммуноглобулинопатии. А вот второй – это специфическая патология поджелудочной железы. Очень много специалистов оспаривает возможность второго типа. И поэтому в 2014 году опять были споры по этому вопросу. Он оставлен. Но мы должны понять, что здесь нет конкретных маркеров. Нет серологических маркеров, нет хорошего ответа на глюкокортикоидную терапию. И недостаточное количество иммуноглобулинжи позитивных плазматических клеток. Да, один момент нам в этом плане с точки зрения аутоиммунной патологии дает карт-бланш – это почти каждый третий имеет сочетание с язвенным колитом. Следующий момент, который сейчас принят достаточно повсеместно – это диагностические критерии аутоиммунного панкратит по системе ХИСОРД. То есть гистологический. Основной момент – это наличие иммуноглобулинжи позитивных клеток больше 10 в поле зрения. Характерные изменения при методах визуализации. То есть увеличение поджелудочной железы, накопление контраста в виде ободка и неравномерность главного панкратического протока. Очень важны сирологические маркеры. То есть повышение уровня иммуноглобулина джи выше 140 мг процентов. Вот насколько выше? Клиника МИО говорит больше, чем в два раза. Японский консенсус говорит, что больше, чем в три раза. Но в любом случае больше 140 мы держим в уме аутоиммунный панкратит. Ну и, конечно, вовлечение других органов заболевания и ответ на пробную терапию кортикостероидами. Здесь мы можем определить уровни достоверности диагноза. То есть когда мы имеем гистологическое подтверждение, то да, это высокий уровень достоверности. Когда мы имеем типичные лабораторные и инструментальные данные, это вероятный уровень достоверности B. И возможный уровень достоверности, это когда мы имеем положительный ответ на стероиды. Вот касательно иммуноглобулинжей, связанной склерозирующей болезни, будет говорить об этом Карина Леонидовна. Я останавливаться не буду. Но здесь в любом случае на первом месте стоит аутоиммунный панкратит. Теперь, почему для нас это важно? Для нас это важно, потому что... Там что-то слайды идут. Ну хорошо. Потому что мы всегда должны понимать, что важный дифференциальный диагностический подход решает вопросы судьбы больного. Назначаем мы преднизолон и наблюдаем этого больного и выставляем или не выставляем диагноз аутоиммунного панкратита. Это проходит две недели. Или мы быстро этого больного отправляем на хирургическое лечение. Вот в соответствии с этим, почему этот вопрос сейчас активно обсуждается, потому что, когда провели ревизию тканей, полученной во время оперативного вмешательства по поводу рака поджелудочной железы, вот 20% из них все-таки в итоге верифицировали аутоиммунный панкратит. И поэтому важными дифференциально-диагностическими критериями являются повышенный уровень иммуноглобулина G и других титров антинуклеарных и антигладкомышечных антител. Это специфический гоплотип ПЭЧЛЯ. Это повышенное количество гембергамма-глобулинов. И самое главное, это уровень иммуноглобулина G. Кроме того, реакция онкомаркера СИА19-9 при аутоиммунном панкратите все-таки не должна превышать 40 единиц миллилитр. И специфические методы визуализации – это очень сложно, это высокие специалисты нам могут это показать. Какие же все-таки трудности встречаются на нашем пути? Мы должны прежде всего, когда такое попольное попадает в наше поле зрения, понимать, что диагноз аутоиммунного панкратита встречается реже, чем аденокарцинома поджелудочной железы и холангиокарциномы. Второе. Повышение уровня иммуноглобулина G4. Насколько же специфично? 5% могут показать повышенный уровень этого иммуноглобулина G даже без патологии поджелудочной железы. 10% больных с раком поджелудочной железой дают тоже высокие значения иммуноглобулина G4. Ну и хронический панкратит без аутоиммунного поражения дает в 6% этот показатель. Да, хороший показатель, но вот видите, 5% пациентов – это 5 людей, это статистика проценты, а люди – это наши больные, которые мы смотрим каждый день в глаза. Поэтому до начала проведения пробной терапии глюкокортикоидов надо хотя бы один или два специфический маркера получить. И потом наши больные с патологией онкологической очень часто дают снижение иммуноглобулина G, если оно там ложное, на терапии глюкокортикоидами. Вопрос. Да, каждый случай индивидуально надо рассматриваться. Мало того, очень часто больные онкологические дают хороший субъективный клинический эффект при назначении глюкокортикоидов. И мы тоже этот момент всегда должны иметь в виду, когда обсуждаем диагностический, дифференциальный диагностический ряд у этого пациента. И, конечно, если наш пациент не ответил на пробную терапию глюкокортикоидами в течение двух недель, диагноз аутоиммунного гепатита нужно исключать. Аномалии. Вот аномалии поджелудочной железы, часфера, педиатра, хирурга, гастроэнтеролога. Ну, если мы возьмем последний синдром Швахмана, конечно, это педиатры, это тяжелая патология, до 10 лет редко доживают. А вот, допустим, агенезия, та же самая картина. А вот кальцевидная железа, она много вопросов ставит нашим терапевтам, гастроэнтерологам, хирургам, что же это все-таки такое. И, как правило, ведь дает очень мало клинической симптоматики. Но уже когда ситуация доходит до 40-45 лет, вот эта вот кальцевидная железа может вызывать обструкцию. Она может иногда давать даже выраженную клинику непроходимости кишечной. Почему? Потому что там еще развиваются фиброзные изменения на фоне врожденной аномалии. И всегда она больной скажет, до этого не было никогда, я был здоров. Почему вдруг врожденная аномалия проявилась в 45 лет? И аберрантная поджелудочная железа, если мы проследим историю, то за 200 лет было описано 40 случаев. Последующие 20 лет описано еще 600. Последующие 40 лет, вот до 90-х лет, описано 825 случаев. А сейчас мы видим достаточно часто это. И мы просто смотрим, нужна или нет в данном случае хирургическое вмешательство, или нужно просто наблюдать за этими больными. Следующая группа. Больные с диффузными заболеваниями соединительной ткани. Очень часто, очень часто в дебюте системной красной волчанки проявляется дебют панкреатитом. 44%. Пациент попадает в хирургический стационар. Ему даже выставляется диагноз острый панкреатит, а там типичный волчаночный острый панкреатит, который проявляется в основном инфарктами поджелудочной железы. Следующий момент. Довольно часто вот эти инфаркты и тромбозы при диффузных заболеваниях соединительной ткани не дают некроза и не дают каких-то серьезных потом мультиорганных осложнений. Поэтому вот когда мы видим такие ситуации, конечно, мы должны думать о том, что не является ли вот этот острый панкреатит, или не является вот этот резидивирующий панкреатит течением какой-то лимитированной формы заболевания соединительной ткани. Я хотела закончить вот это все свое выступление тем, что да, современные стандарты диагностики и дифференциальной диагностики поджелудочной железы многочисленны. Причем на каждый шаг существуют рекомендации. Существуют рекомендации, как, в каких дозах, когда, в каких сроках, в режиме назначать антибиотики. Существуют рекомендации конкретные по инфузионной терапии. Мы сегодня послушаем много выступлений касательно рекомендаций по эндоскопическим методам, методам визуализации. Вот они все собраны в отдельные рекомендации. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы сумели смотреть на больного шире и вовремя, работая в команде, определить тактику и стратегию ведения наших больных. Еще момент, который не является новым для нас уже. То есть гистологическое заключение является основным при фокальных формах поражения поджелудочной железы. Мы можем опираться на визуализацию, мы можем опираться на лабораторные данные. Но когда у нас есть какие-то сомнения, надо поставить точку над «и» и провести все-таки гистологическое исследование. И до сих пор, несмотря на то, что с 2006 года пробная терапия глюкокортикоидами стоит во главе угла, в плане сложности дифференциальной диагностики, она является предметом спора. И вот хотелось бы, чтобы сегодня мы могли кое-какие вопросы все-таки пояснить для себя. Вот справа в углу, это не две змеи, это бабочка-змееголовка, которая дает вот такой оптический обман. И если мы поедем по этой дороге, которая написана внизу, там не обрыв. Там вот эта дорога, которую мы можем построить путем наших совместной работы командной. Благодарю вас за внимание, а дальше, наверное, организаторы решат вопрос. В этом высоком форуме очень приятно, что большая аудитория. Очень приятно, что идет живой обмен мнением между специалистами, которые работают в операционной и нашим залом. И, конечно, в продолжение дискуссии хочется отметить, да, это ключевой ответ, который профессор Ладжи дал из операционной. Мы должны использовать в основном те модальности, которые есть. Наши учреждения можно отнести к учреждению счастливых, поскольку мудрый современный руководитель таким образом построил стратегию медицинского обеспечения учреждения, что мы имеем два магнитно-резонансных томографа. Один из них с напряженностью магнитного поля три Тесла. Три компьютерных томографа. Сидугу для выполнения манипуляций под рентгеновским контролем на желудочно-кишечном тракте. Эндоскопическое ультразвуковое оборудование не только с циркулярным, но и с конвексным датчиком. Поэтому мы прекрасно понимаем, как нужно и правильно делать. Поднимите руку, пожалуйста, у кого в учреждениях есть эндоскопический ультразвук. Шесть. Поднимите руку, у кого в учреждении есть магнитно-резонансные томографы. Ну, не намного, но больше. Поэтому, конечно, мы движемся к тому, что во всех нормальных учреждениях, которые занимаются проблемой патологии гептопанкреатобилярной зоны, должны быть эти опции. И, безусловно, мне, к сожалению, хочу сказать, что после такой блестящей презентации из операционной, я буду говорить о поджелудочной железе, а не о билярном тракте. Но хотел бы ответить на вопрос на Виктора Анатольевича о длине, скажем, культи после холецициктомии. Но неужели мы, для того, чтобы изучить культю, будем делать эндоскопический ультразвук? Уважаемые коллеги, его блестяще видно в течение 4 секунд выполнения исследований в МРТ. Без наркоза, без анестезии, без подготовки. Вы положили пациента, вы попросили задержать дыхание, и вы через 4 секунды можете спокойно ответить, какая культя, есть ли ее расширение и так далее. Другое дело, что порой случаются находки, которые без выполнения МРТ можно выявить при выполнении РХПГ, вернее, простите, эндоскопического ультразвука. Но мы должны четко с вами понимать, что без устойчивых, правильных представлений о диагностическом потенциале КТ, МРТ, эндоскопического ультразвука и РХПГ, мы фактически не будем полноценными специалистами в области диагностики и лечения этой патологии. Что объединяет всех этих людей? Они боролись, они имели разный потенциал, они имели разные экономические возможности, но все они умерли. Они все умерли в борьбе с одной страшной, в общем-то, смертельной патологией, с раком поджелудочной железы. Вы здесь видите узнаваемые лица, и их нет с нами. А та патология, о которой мы будем сегодня говорить, она... А куда направлять? Я передам, Володя, я наоборот. Я понимаю, что я могу не сказать, что это сегодня ждать. Я об этом буду говорить. Говорите, просто следующий слайд не подойдет? Нет, мне это неудобно. Давайте следующий слайд тогда. Рак поджелудочной железы. Это всего лишь 3% от всех злокачественных образований. Это 200 тысяч человек, новых заболевших в мире ежегодно. Это третье место среди онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Мужчины страдают чаще. Это наиболее фатальное заболевание. От него умирают 95% заболевших. Однолетняя выживаемость варьирует всего до 28%. Известны факторы риска. И следует отметить, что риск развития этого заболевания возрастает в 18 раз, если по прямой наследственной линии встречалось это заболевание. По данным ВОЗ мы можем сказать, что в общей структуре злокачественных образований рак встречается от 2 до 7%. Аденокарцинома поджелудочной железы представляет собой более 90% злокачественных образований этого органа. Наиболее частая локализация – это головка поджелудочной железы. Следует отметить, что в такой стране, как в Великобритании, рак поджелудочной железы ежегодно выявляют у 6 тысяч человек срезалось. Он занимает 5-е место в смертности от разных раковых заболеваний. По данным 2011 года в Великобритании только 16% больных раком поджелудочной железы остаются живы в течение года после постановки диагноза. Вдумайтесь в эту страшную цифру. Только каждый 6-й человек в течение года остается жив. При постановке диагноза уже более 15% больных имеют потенциально резектабельные опухоли. После постановки диагноза срок жизни пациентов, как правило, не превышает полгода. Не страшно ли это заболевание? Действительно страшно. И, безусловно, следует отметить, что в тот момент, когда пациенты обращаются к нам, к клиницистам, к специалистам лучевой диагностики или, наконец, к хирургам, они уже опоздали на полтора-пять месяцев, потому что основная причина поступления их в стационар – это желтуха. Потому что, когда болит, пытаются лечиться. И, обратите внимание, рост опухоли от 2 до 5 сантиметров происходит за период от 3 до 12 месяцев, в зависимости от возраста, в зависимости от морфологического строения того или иного образования. Клинические проявления здесь присутствуют, видимо, ординаторы первых лет обучения. Здесь маститы профессора присутствуют. Конечно же, понятно, обращаются чаще всего с желтухой. И, как вы понимаете, причина этого состояния могут быть различны. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть те или иные причины для расширения желчных протоков, безусловно, желчно-каменная болезнь, нарушение пигментного обмена, и наиболее сложное и тяжелое состояние – это опухоли. И для затравки хотелось бы привести магниторезонансная холангиопанкреатография мужчины 56 лет, который имел определенные боли в пигастральной области. Он обратился, ему было выполнено магниторезонансное исследование. На основании этого метода исследования мы не можем судить о наличии тех или иных очаговых образований, поскольку вы знаете, что методика MR-CP или MR-HPG, она не позволяет давать тканевую оценку, она позволяет визуализировать только сигнал от медленно движущихся жидкостей, но даже на основании этого исследования мы можем спокойно сказать, здесь есть классические проявления онкологии в области головки поджелудочной железы. Это симптом культи главного панкреатического протока и выражена панкреатическая гипертензия. Это расширение желчных протоков, и мы видим очень несимпатичный дистальный отдел общего желчного протока. Пациенту было сказано, были даны рекомендации, он пошел лечиться чагой. Три месяца прошло для этого достаточно молодого мужчины, этот критический период. Если доктор лучевой диагностики сомневается в том, какой он видит перед собой случай, то рекомендуется, как правило, 2-3 недели максимум в месяц для контрольного исследования. Он обратился через 3 месяца. Вы видите здесь на лицо развернутая картина 4-й стадии рака головки поджелудочной железы с наличием множественных метастазов. Безусловно, желтуха в зависимости от оснащения стационара диагностируется, и опухоли поджелудочной железы диагностируются по-разному. И на самом деле, более 10 лет назад блестящий индийский доктор Каллера предложил диагностический алгоритм, который на самом деле реализован, например, в нашем учреждении, который на самом деле продолжает оставаться актуальным. Вы видите, что на первом месте стоит компьютерная томография с многофазным контрастным усилением, и это действительно продолжает оставаться золотым стандартом лучевой диагностики опухолей и новообразований поджелудочной железы. Я хочу сразу эту идею вам в голову вложить, поскольку, когда мы будем говорить завтра с вами о патологии билярного тракта, там концепция будет несколько иная. Методы визуализации позволяют дифференцировать состояние желчного пузыря. Если мы говорим о проблеме желчного пузыря, конечно, здесь главенствующее значение несет ультразвуковой метод исследования. Методы магнитно-резонансного исследования, как MRCP, так и традиционные Т2-взвешенные изображения, позволяют дифференцировать как образование дефекта наполнения, так и особенности построспалительных изменений билярного тракта. Конечно же, классический ультразвук способен показать некоторые отделы вне печеночных желчных протоков. И, безусловно, очень прочное место сейчас в диагностическом алгоритме и в лечебном алгоритме все больше занимает методика EOS, то есть эндоскопического ультразвукового исследования с теми или иными возможностями лечебных стратегий. И, конечно, перед нами встает вопрос, какой вид лучевого исследования выбрать, какой протокол исследования выполнить. А забегая вперед, хочу сказать, когда к нам в стационар поступает пациент с желчной коликой или с билярной гипертензией, хирурги, не задумываясь, направляют его в отделение магнитно-резонансной томографии. И если там результаты какие-то сомнительные, то на следующий день в плановом порядке ему выполняется эндоскопическое ультразвуковое исследование. И вы понимаете, в учреждении, где два компьютерных томографа, три компьютерных томографа и два МРТ, которые работают в круглосуточном режиме, это нормальный, правильный алгоритм. Конечно, мы должны понимать, как мы должны оптимально выявить подозреваемую патологию. Мы должны думать о контроле лучевой нагрузки, а сейчас эта проблема становится все более актуальной, и очень много разработок связано с тем, чтобы уменьшить лучевую нагрузку на пациента. Особенно в диагностическом плане. И, конечно, нам нужно дать характеристику первичных и вторичных, в том числе мелких очагов в этой области. Ультразвуковой метод исследования. Я думаю, в этой искушенной аудитории не следует говорить, что очень много преимуществ этого метода. Это метод, которым должен владеть и хирург, и терапевт, безусловно, суперпрофессионалы из отделения ультразвуковой диагностики. И, конечно, масса преимуществ совершенно очевидных, но, тем не менее, мы видим, насколько блестяще можно оценить состояние желчного пузыря, визуализировать и диагностировать кровотворные сосуды от желчных протоков, выявить камень в дистальной части общего желчного протока и так далее. Но, тем не менее, операторозависимость, ультразвуковое, так называемое, окно сложности обследования уточных пациентов, в том числе с метеоризмом и, безусловно, немые зоны, были, есть и будут. И даже панорамное сканирование не позволяет преодолеть эти сложности. Поэтому, конечно, ультразвуковой метод исследования позволяет в приемном отделении решить, терапия это или хирургия. Если при желтухе мы не видим у пациента расширенных желчных протоков, его нужно обследовать на предмет паренхематозной желтухи, если это даже Стивий Вандер бы увидел при использовании современных ультразвуковых аппаратов, если мы видим расширенные желчные протоки, то алгоритм его диагностики несколько иной. И, конечно, мы должны четко понимать, что мы должны делать с этим пациентом. Прежде всего, если мы ведем речь об опухоли, это задача удалить опухоль. Если мы не можем удалить, то это палеотивное вмешательство. И задача сводится к тому, что нужно убрать желтуху, поскольку мы хотя бы на оставшиеся полгода жизни пациента улучшаем ее качество. Он может хотя бы за хлебом выйти, чтобы от него не шарахались. Получить, безусловно, гистологический ответ, определить возможность проведения химии или комбинированной терапии. Ну и, безусловно, подходы хирургические, которые используются в том числе и в нашем учреждении, они уникальны. Они позволяют выполнять панкреатодональные резекции в полном объеме. Они позволяют выполнять малоинвазивные вмешательства. И методы лучевой диагностики в данном случае нужны для того, чтобы выявить структурные изменения, дать их оценку, полное описание, определить наиболее оптимальный доступ и объем хирургического вмешательства. И, безусловно, определить послеоперационный режим наблюдения. Что определяет успех диагностики новообразования поджелочной железы? Безусловно, локализация и размер опухоли. Если опухоль маленькая, если она не сдавливает, главное, панкреатический проток не распространяется на общий желчный проток. Безусловно, вы все со мной согласитесь, диагностировать ее практически невозможно. Если ее, тем более, размер не превышает 1-1,5 см. И как раз именно в этих ситуациях, когда вы подозреваете на основании той или иной клиники, повышение СА-19-9 и так далее, как раз на помощь приходит эндоскопический ультразвук. Конечно, соотношение с протоком поджелочной железы, гепатика, холедохом, наличие кистозного компонента, ну и, безусловно, правильный диагностический алгоритм. Конечно, я совершенно соглашусь, что использовать РХПГ в настоящее время для диагностики патологии, как бильярдной, так и панкреатической патологии, это, в общем-то, не очень современно и, более того, не очень правильно. Это то, что делает, вы видите, это Виктор Анатольевич здесь спиной сидит, вы видите, фактически идет лапароскопическое и эндоскопически ассистированное совместное вмешательство, то есть это реалии нашей работы, это потенциал мультидисциплинарного подхода и работы в команде, когда вы видите, насколько вот все это сложно и непросто установить взаимоотношение опухоли с верхней брыжечной артерией. У нас есть блестящее сосудистое отделение, которое позволяет в сложных ситуациях ассистировать хирургам на этой области, и вы видите, как выполняется протезирование верхней брыжечной артерии. Конечно, для нас очень важно представлять перед операцией, есть ли распространение опухоли по брыжейке и так далее, мы видим, насколько это адокулюс видно, но это мы можем диагностировать и посредством методов лучевой диагностики. И мы понимаем, что по данным международных организаций и целого ряда авторов, определенные есть противопоказания к применению хирургии, когда мы можем не только не помочь, но и ухудшить качество жизни пациента. Это наличие отдаленных метастазов, вовлечение в процесс сегмента верхней брыжечной и воротной вен, тромбоз в указанных венах, окклюзия или циркулярное прорастание чревно-печеночной или верхней брыжечной артерии. РХПГ, мы о нем сказали, это уникальный метод, это метод, который, как и традиционный рентген в классической рентгенологии, он всегда будет вместе с нами, он всегда будет идти нога об ногу или рука об руку. И вы слышите блестящие подходы, когда в одном кабинете через дверь стоит РХПГ, которые используются с лечебной целью, и мы видим, как это здесь блестяще осуществляется, и с каким высоким разрешением мы можем видеть здесь наличие холедохолитиаза или расширение гепатика холедоха. Мы можем, кроме этого, простите, мы можем, кроме этого, ставить стенты на области большого додонального сосочка и их контролировать. Мы можем устанавливать стенты в главный панкреатический проток, и это видно на секционном материале. Мы можем сочетать методики диагностические с установкой стента, с методиками, которые позволяют проводить фотодинамическую терапию, а в этом направлении наша клиника тоже движется семимильными шагами. Когда вводится специальный препарат, через специальный проводник происходит облучение инфракрасной этой области, и таким образом мы позволяем улучшить прогноз комбинированного лечения той или иной патологии. И, безусловно, и об этом Ларджи говорил, высокий риск осложнений, это все же инвазивность и лучевая нагрузка, были есть и будут теми минусами, которые сопутствуют РХПГ. Магниторезонансная томография. Да, безусловно, только на одной этой картинке можно 40 минут рассказывать о симптоматологии и симптоматике лучевой опухоли головки поджелудочной железы. Чем тяжелее патология, чем хуже клинические проявления и тяжелее клиника, тем более красивое изображение мы получаем. Обратите внимание, опухоль прорастает в медиальную стенку двеносперстной кишки, вызывает панкреатическую гипертензию, вызывает бильярдную гипертензию, увеличенный желчный пузырь, метастазы в печени и, конечно, множественные вторичные холангиогенные абсцессы. Что делать с этим пациентом? Вы все, безусловно, ответьте. Нужно решить проблему бильярдной гипертензии. Речь о ПДР не идет, речь о стентировании не идет, поскольку слишком сильно изменена анатомия. Конечно, здесь нужно налаживать наружное дренирование. Только это каким-то образом позволит пациенту определенное время прожить еще с более-менее высоким качеством жизни. На этом примере также можно сказать, в головке поджелочной железы есть опухоль, поскольку все классические симптомы этому свидетельства. Мы видим сужение дистальной части общего желчного протока, мы видим вторичные изменения, мы видим нарушение интенсивности сигнала от головки поджелочной железы на Т2, на МРСП и на Т1 взвешенных программах с использованием динамического контрастирования, где мы видим участок пониженного накопления контрастного препарата, что свидетельствует о наличии опухоли. Безусловно, сейчас в диагностическом потенциале МРТ большие преференции дают использование диффузионно-взвешенных протоколов. Если вы в учреждении имеете возможность выполнять таких исследований, вы знаете, что эта методика по своей функциональности несколько напоминает радиозатопные методики исследований. И если вы получаете заключения, в которых не применяются протоколы DVI, бейте тревогу, отправляйте своих специалистов на циклы, на различные повышения квалификации, поскольку именно методики DVI сейчас позволяют с достаточно серьезной уверенностью отражать изменения, которые ранее очень трудно дифференцировались с помощью МРТ и даже МРТ с динамическим контрастированием. Вы видите, вот область, которая имеет повышенную интенсивность сигнала на диффузионно-взвешенных изображениях и пониженную интенсивность сигнала на карте диффузии. Это очень интересное наблюдение. Вот то же самое подтверждает мои слова наблюдения. Когда даже контраст не нужно вводить, контрастный препарат, мы можем с уверенностью сказать, что вот именно в этой области имеется новое образование, которое, скорее всего, является раком. Хотя мы и здесь по клинике можем сказать, мы видим масс-эффект, мы видим увеличение размеров органа, мы видим атрофию других отделов, мы видим вторичную панкреатическую гипертензию. Пожалуйста, использование протокола DVI серьезным образом позволяет улучшить диагностический потенциал МРТ. Да, безусловно, мы можем также дифференцировать опухоль большого додонального сосочка, об этом завтра будет отдельное сообщение у нас. Мы можем дифференцировать лимфому поджелудочной железы, которую, вы понимаете, при правильной трактовке и при правильном лечении удается лечить. Упаси Боже, этот пациент попадет на стол, ему будет выполнять какая-нибудь операция. Сейчас мы в своем диагностическом потенциале имеем также возможность использовать препарат Примавист, который обладает двумя свойствами. Он ведет себя как классический парамагнетик и может накапливаться в неизмененной ткани печени, что позволяет не только оценить состояние самой печени, но и в функциональном аспекте оценить билярный тракт. Это некоторым образом напоминает возможности классической холецистографии. Доктора, которые имеют большой практический опыт, помнят, что эти методики раньше проводились в рентгеновских кабинетах, теперь ее не нужно проводить. Введение этого контрастного препарата позволяет оценить динамику прохождения как через билярный тракт, так и через мочевыводящие пути данного препарата, что позволяет нам, в общем-то, оценить время поступления контрастного препарата в 12-перстную кишку и высказаться о тех или иных изменениях, которые трактуются в литературе как дисфункция сфинтераоди. Первый тип, второй тип или третий. Вы знаете, второй или третий тип может лечиться консервативно, третий требует попилосфинтеротомии. И, безусловно, когда мы говорим о раке поджелочной железы, нам нужно понимать, что включение пациента в протоколы химиотерапии должны подразумевать под собой детальную оценку наличия или отсутствия вторичных изменений. Мы видим, что на Т2-возвешенных изображениях орган изменен, есть асцит, но когда мы используем препарат специфический, примавист, мы можем визуализировать вторичные изменения размером до 3 мм. Вы спросите, важно ли это? Это, конечно, для нее, может быть, и не важно. Но для специалиста, который ее лечит, который назначает правильные циклы химиотерапии, такое исследование позволяет с уверенностью сказать в динамике, нарастает количество очагов, не нарастает, есть обратный регресс, нет, то есть есть прогноз в использовании препаратов химиотерапии или нет. Здесь приводится пример несколько иной, когда высокая степень билярной гипертензии не позволяет этот данный препарат использовать, то есть есть в нем определенные также ограничения, при высоких цифрах билирубина этот препарат не работает, к сожалению. Это тоже, в общем-то, наши разработки. И следует отметить, что МРТ очень полезный метод. Очень полезный метод как для билярного тракта, так и для поджелудочной железы. Он легко выполним, он высокоинформативен, но артефакты и недостаточная толщина срезов привели к тому, что достаточно длительное время, я прочту цитату, и на этом даже можно было бы остановиться, что КТ характеристики составляют основу лучевой диагностики опухоли поджелудочной железы, а мультифазное КТ с постпроцессорным анализом играет принципиальную роль в определении резектабельности панкреатической протоковой аденокарциному. И это действительно так, поскольку толщина срезов, поскольку возможности изотропного сканирования, обратите внимание, с каким высоким разрешением позволяют не только диагностировать, но и уточнять взаимосвязь с опухолями. А вот эта картинка, неужели бы кто-нибудь из вас сказал, что это КТ? Да, это компьютерная томография, которая специальным с постпроцессингом позволяет оценить состояние внутрипечёночных желчных протоков. Да, обратите внимание, какое высокое разрешение в различные фазы сканирования позволяет получить современная компьютерная томография. И безусловно, как раз перед операцией необходимо ответить на то, как опухоль взаимоотносится с чревным стволом, с его ветвями, что позволяет оценить резектабельность или операбельность данного образования. И тем не менее, в целом ряде случаев, когда мы не видим при обычном исследовании, мы даём двойную дозу контрастирования и видим вот это образование на компьютерной томографии, обратите внимание, насколько легко и просто это образование диагностируется посредством эндоскопического ультразвука. То есть, если есть клиника, КТ и МРТ не дают убедительную картину, вот в этой ситуации эндоскопический ультразвук имеет своё чёткое и правильное применение. В то же время, следует отметить, что данные КТ порой вводят в заблуждение, и мы приводим здесь наблюдение, когда по данным КТ ставится стеноз общей печёночной артерии, а по данным операций – прорастание гастродональной артерии и только лишь контакт с общей печёночной артерией. Также следует отметить, КТ с контрастированием, мы видим увеличенную головку поджелудочной железы, мы не видим на образовании, но использование специфических контрастов магнофодипира при МРТ очень убедительно позволяет диагностировать на образовании рак головки поджелудочной железы. Таким образом, следует отметить, что МСКТ – это вообще базовая модель, базовая модальность для диагностики, но тем не менее, вы видите, что в каждой методике есть свои минусы, поэтому как раз сочетание методик, особенно в тяжёлых ситуациях, является методом выбора. ПЭТ, вы спросите меня о ПЭТ, нужен ли ПЭТ? Сейчас к нему отношения взвешены. Десять лет назад были очень бурлескные выражения, что это прорыв, это вперёд, это хорошо. Сейчас мы понимаем, что для ПЭТа есть место, место, когда необходимо чётко дифференцировать, что это такое, какая здесь активность препарата, есть ли гиперфиксация, нет ли гиперфиксации. И, конечно, мы видим, насколько блестяще может дифференцировать образование при использовании ПЭТ-КТ. Мы видим захват втордезоксиглюкозы, метастаз меланома в поджелочную железу. Мы видим другой случай, метастаз аденокарцинома в почке в поджелочную железу, и мы видим по захвату втордезоксиглюкозы, вот это очаговое образование, которое было выявлено на МРТ, совершенно убедительно трактуется как злокачественное. Конечно же, речь идёт о поиске новых трейсеров, которые были бы специфичны к поджелочной железе. Работа идёт, особенно трейсеры на основе галия, очень перспективны. И следует отметить, что ПЭТ с трейсером галия позволяет получить дополнительную информацию по сравнению с КТ и ПЭТ в тордезоксиглюкозы практически у каждого четвёртого пациента. И это действительно очень важно. И когда мы сталкиваемся с пациентами-оперированными, у которых очень изменена анатомия, мы прекрасно понимаем, что вот в этом изменённом конгломерате сказать, где здесь норма, где здесь патология, и есть ли рецидив, практически невозможно. И как раз в этой ситуации нам на помощь приходит ПЭТ. Вы видите небольшое разрешение по матрице, но тем не менее мы совершенно чётко видим, что в тордезоксиглюкоза захватывается, и это подтверждает, что в этом месте есть рецидив. Преимущество ПЭТ, конечно, это дифференциальная диагностика. Это, безусловно, диагностика аутоиммунного панкреатита и, конечно же, дифференциальная диагностика кистозных образований поджелочной железы. ЭОС. Вот об ЭОСе можно говорить долго, и, собственно, под эгидой ЭОСа проходит и эта конференция. И следует отметить, что как раз вот это наше отделение, из которого ведётся трансляция. Вы видите суперсовременные датчики, которые позволяют выполнять манипуляции, диагностику. Вы видите, насколько хорошо видна анатомия поджелочной железы. Вы можете видеть, как выглядит сфинктер ОДИ в закрытом-открытом состоянии. Вы видите желчные протоки. Всё это блестяще сегодня вам показывают из операционной. И, конечно, следует отметить, что вот та степень разрешения, с которой мы можем визуализировать общий желчный проток, желчный пузырь, образование левой доли печени, там, скажем, или опухоль головки поджелочной железы, они заставляют снимать шляпу. И мы считаем, что в трудных ситуациях, когда не удаётся дифференцировать, скажем, хронический панкреатит, псевдотуморозную форму, либо опухоль, конечно, на первое место выходит эндоскопическое ультразвуковое исследование, которое позволяет не только оценить, но и, что очень важно, взять биопсию и ответить на этот совершенно насущный вопрос. Кисты, дифференциально-диагностические признаки, вы их будете обсуждать, и Евгений Солонисов, у нас блестящий специалист, об этом будет говорить, на этом остановится. Конечно, солидное нам образование. Для чего нам нужен ЭОС? Для того, чтобы дифференцировать, стадировать и, конечно, получить гистологический материал, для того, чтобы правильно потом построить стратегию лечения того или иного пациента. Диагностика, дифференциальная диагностика жидкостных и кистозных образований с сосудистыми структурами, мы видим, умело использование доплеров. Дифференциальная диагностика тех изменений, которые трудно трактовать по данным МРТ, и мы видим, насколько четко это удается дифференцировать с использованием эндоскопического ультразвукового исследования. Это оценка внутри протоковых небольших опухолей, которые также очень непросто диагностируются при магниторезонансной томографии. Это дифференциальная диагностика тех изменений, которые в большей степени напоминают опухоль уже и на МРТ, но при визуализации посредством ЭОСа вы видите, с каким значительным преимуществом в разрешении визуализируется эта внутри протоковая опухоль. И, конечно, вы можете посмотреть на эти цифры, они очень внушительны. По данным ЭОС, намного возможности в оценке резиктабельности инвазии в сосуды при опухолях поджелудочной железы превышают методики КТ и МРТ. Ну и, конечно же, сочетание методических приемов и клинических представлений у течения заболевания, конечно же, позволяет высказать суждение перед операцией. Возможна резекция тотальная, невозможна тотальная резекция. Конечно же, выполнение тонкоигольной биопсии – это и методика диагностическая, и лечебная. Что касается кист, мы очень активно используем, и вы эти примеры увидите. Мы всем пациентам с подозрением на опухоль берем материал на исследование. Это и морфологические, и моногисты, цитохимические исследованные муцин, и онкомаркеры. Эта работа у нас ведется серьезно и с высоким научным потенциалом. Мы, конечно, используем ЭОС при дренировании тех или иных процессов в этой области. И, конечно, следует отметить, что эндоскопический ультразвуковой метод исследования диагностики обладает огромным преимуществом, ибо он дает еще и лечебный потенциал. Ну и, конечно, опыт, который мы накапливаем, он и приводит к тому, что мы хотим с вами поделиться и, в общем-то, дополнить ваше представление об этой весьма важной и интересной патологии. Вы видите, какой непростой диагностический потенциал, и все-таки я вернусь к тому, с чего начал. Метод выбора в лучевой диагностике первичной опухоли поджелочной железы – это КТ, МРТ. Это метод, который позволяет диагностировать расширенные протоки, а вот эндоскопический ультразвук – это уже, в общем-то, последний рубеж перед принятием решения об операции, безусловно. Ну и в основе успеха, я повторюсь, Виктор Анатольевич это любит всегда говорить, это командная стратегия, мы понимаем друг друга, у нас нет противодействия в эндоскопической ультразвуковой службе, в службе традиционных рентгенологов, или КТ, или МРТ. Мы все заточены на одно, у нас есть преемственность между терапевтами, гастроэнтерологами и всеми остальными специалистами, и, конечно, именно это позволяет нам, в общем-то, с хорошими результатами диагностировать и лечить этих весьма сложных и, мягко сказать, не вполне благодарных с точки зрения прогноза пациентов. Но следует отметить, что вот буквально три недели назад к нам обратился пациент, к которому панкреатодональная резекция при подтвержденном раке поджелудочной железы была выполнена семь лет назад, по-моему, Виктор Анатольевич, да, и он здравствует, он приходит периодически к нам на осмотры. То есть, понимаете, статистика сухая и плохие прогнозы у нас не должны останавливать и не должны лишать оптимизма. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Представить нашего гостя, директора программы ЭУС. Он как раз будет говорить о ультразвуке. Итак, большое спасибо. Я хотел бы сегодня поговорить о заболеваниях, собственно, системы, поговорить о системе, собственно, панкреатобилярной зоны и поговорить чуть больше о заболеваниях на этой области, об солидных и кистозных поражениях. И также представить, хотел бы, некоторые видео электронационных вмешательств, которые связаны с зоной панкреатобилярной области. И, собственно, роль ЭУС, как мы сегодня утром говорили, где она применяется, это, собственно, желчекаменная болезнь. Соответственно, мы должны увидеть или исключить наличие, собственно, камней в холедохе. Далее очень важно. Оно играет важное в выявлении солидных и кистозных поражений поджелудочной железы. А также я хочу поговорить о некоторых терапевтических и литерационном использовании ЭУС. И, как мы сегодня утром говорили, чувствительность ЭУС в случае желчекаменной болезни превышает 95%. И результаты ЭУС сравнимы с МР панкреатографией. Может быть, чуть лучше для камней размером 3 мм, но нужно использовать то, что есть в вашем распоряжении, в вашей клинике. И также очень важно понимать, как мы должны работать с пациентами с подозрением на камни. Это, соответственно, РХПГ под контролем ЭУС. Другими словами, мы направляем пациентов с низким или промежуточным риском камней на проведение ЭУС, для того, чтобы избежать, по сути, используемых РПГ у пациентов, у которых нет на самом деле камней. И это позволяет избежать ненужных РХПГ. И это, соответственно, снижает риск осложнений и, соответственно, снижает затраты. Если говорить о других очагах поджелудочной железы, о солидных очагах, о солидных опухолях, я попытался, собственно, здесь вот резюмировать самые важные аспекты, чтобы не перегружать вас информацией. Есть правила для пациентов, которым ранее проводилось КТ или МРТ. И если предыдущие обследования не выявили опухоль, но показали наличие увеличения поджелудочной железы или какие-то тени, эти пациенты попадают к вам не по поводу опухоли, но из-за того, что результаты использования МРТ или КТ недостаточно ясны. И у таких пациентов очень важно провести ЭУС, поскольку цифры слишком большие. Но, как вы видите, вот данные исследования более-менее совпадают. В 10% случаев мы у таких пациентов выявляем рак. И, соответственно, очень важно для таких пациентов провести дополнительный тест, который скажет вам, здесь есть рак или все-таки мы его можем исключить. Почему мы можем исключить? Поскольку ЭУС является очень-очень качественной, очень хорошей техникой по сравнению с КТ. Это, например, исследование из Университета Индианы 2004 года, в котором сравнивались результаты использования ЭУС и КТ. И было показано, что ЭУС дает лучшие результаты. Но это было исследовано в начале 2000-х, когда сравнение ЭУС сравнивали со старой технологией КТ, двойной или фазовой КТ. Другими словами, это не то КТ, которое мы сейчас используем, трехфазное КТ на 128 срезов. Если сравнить с новым КТ, это исследование из Балтимора, из Университета Джона Хопкинса. И здесь они, по сути, пересмотрели пациентов с нейроэндокринными опухолями, у которых использовали ЭУС и мультидетекторную КТ, 64-х срезовую. И оно показало, что УЗ дает лучшие результаты, особенно для выявления очень маленьких опухолей. Различие было связано в основном со способностью выявлять инсулиномы, которые, по сути, дают очаги объемом менее 1 сантиметра. Таким образом, если есть подозрения, и КТ негативно, но вы подозреваете, что есть опухоль, то очень важно сделать КТ, поскольку ЭУС имеет очень высокую негативную прогностическую ценность. Другими словами, если ваши результаты негативны, то вероятность того, что у этого пациента имеется опухоль, весьма невелика. Вот два американских исследования, которые показывают 100%. 100% эта цифра в медицине не существует, она невозможна. И вы должны помнить, что ни один из тестов не является идеальным, поэтому есть случаи, когда ЭУС не выявляет рак. Соответственно, если вы очень серьезно подозреваете наличие рака и ЭУС негативно, то, соответственно, очень важно помнить о том, что нужно подходить индивидуально к пациенту, и, может быть, имеет смысл чуть позже, через 1-2 месяца повторить ЭУС. И это может позволить вам выявить какие-то дополнительные, что ли, случаи рака. Еще один из важных аспектов – это диагностика и оценка рисков. Если у вас имеется нерезенцируемая опухоль, то, соответственно, если вы можете сделать инкогольную биопсию под контролем ЭУС, это процедура выбора для окончательной постановки диагноза и, соответственно, начала лучевой или химиотерапии. И почему только игольная биопсия под контролем ЭУС – это лучше, чем биопсия под контролем КТ или обычного ультразвука, поскольку мы можем делать через кожную биопсию под контролем, но для небольших очагов ЭУС дает лучшие результаты. Вот одно ретроспективное, одно проспективное исследование, которое показывает, что ЭУС работает лучше, частота осложнений ниже и очень низкая частота осложнений. И, как правило, они имеют средне-тяжелую или умеренную степень тяжести. Если сравнивать с чрезкожной биопсией, мы видим существенно ниже риск сидирования, такого рассеяния этих раковых клеток. И это значит, мы видим здесь частоту перитониального карциноматоза у пациентов после тоникольной биопсии под контролем ЭУС и чрезкожной биопсии. И мы видим, что после чрезкожной процедуры частота карциноматоза брюшины была существенно выше. И на данный момент Американский объединенный комитет по раку говорит о том, что биопсия, под контролем ЭУС, является предпочтительной техникой биопсии для постановки диагноза рака поджелудочной железы. И это данные метаанализы, которые показывают, по сути, что результаты этой процедуры биопсии, под контролем ЭУС, очень хорошие. Она обеспечивает высокую чувствительность и специфичность. И для получения этих результатов вам требуется действительно сотрудничать с вашими патоморфологами. Вы должны работать в одной команде, в одной связке. Специалисты ЭУС делают УЗИ, и, соответственно, патоморфологи проводят анализ полочных тканей. Как насчет резонцируемых опухолей? И опять же идет спор о том, удалять их или нет. И я думаю, что мы должны провести такая игольную биопсию, если требуется постановка окончательного диагноза перед операцией. Также требуется, если мы хотим исключить другие диагнозы, поскольку не у всех пациентов имеются аденокарциномы. Есть и другие опухоли, которые требуют другой терапии. Например, при лимфоме пациент уже не подходит под... Не является кандидатом на операцию. Ему должна применяться только химиотерапия. И, соответственно, другие опухоли требуют другой терапии. И, кроме того, еще один очень важный аспект. Мы отдаем таким пациентам предоперационную адевантную терапию. И суть в том, что мы хотим отобрать пациентов, у которых выше вероятность ответа и выше вероятность пережить операцию. И мы должны, собственно, их отобрать. Это очень важная работа из Италии, из Вероны, где находится большая группа специалистов-хирургов по поджелудочной железе. И они показали, что вероятность смерти в течение года после операции связана со степенью дифференцировки опухоли и не зависит от уровня резекции R0, R1 или R2. Если у них есть опухоли типа G3, G4, это практически показатель плохого исхода. И таким пациентам, скорее всего, потребуется адевантная терапия для того, чтобы отобрать тех пациентов, у которых выше вероятность благоприятного ответа на хирургическое вмешательство. Что же мы сделали? Мы попытались пересмотреть результаты биопсии по трем центрам. Это Рим, Марсель и Испания. И мы пересмотрели стекла не просто цитологический материал, но тканевой материал, гистологический материал, чтобы понять, имеется ли, скажем так, соответствие в оценке патоморфологической и клинической стадированию опухоли. И мы увидели, что, к сожалению, совпадение было не слишком высоким. И это связано с тем, что стадирование сегодня становится важным сейчас, когда пациенты живут дольше при помощи кем-терапии ранее. Этот вопрос считался не слишком важным, и не было хороших критериев для того, чтобы, скажем так, стадировать опухоль по патоморфологическим показателям. И после этого исследования, мы собираемся провести исследование, и будем некоторые из критериев пересматривать и пытаться их подтвердить. Вот здесь вот стекла, видите, четыре среза, и четыре патолога по-разному оценили эти снимки. Один патолог называл третьей степени, один и два второй степени. Соответственно, видите, согласование, разбойте разных патоморфологов не слишком хорошее. Кроме того, еще есть одна категория с опухолями при желудочной жизни, где роль ткани играет важную роль. Это пациенты с нейроэндокринными опухолями. Почему? Потому что у этих пациентов нам нужно получить информацию по поводу стадии этой опухоли. Нам нужно получить информацию по прогностическим показателям. Сейчас у пациентов с размером очага где-то в один-два сантиметра. Сейчас идет тенденция к тому, чтобы просто следить за ними в динамике, а не идти сразу на операцию. И система стадирования, к сожалению, и если мы видим по стадированию, что опухоли низкодифференцированы, то это кандидат, даже для небольших опухолях, это пациенты считаются кандидатами для операционного исследования в Риме. И здесь мы видим, что опухоли чаще выявлялись в области тела или хвоста. Мы использовали технику тенгольной биопсии, когда мы использовали иглу 19 гейдж, удалялись в телец, чтобы сделать иглу более гибкой. И после этого мы получали ткань в 93% случаев. И в 86% случаев мы смогли определить КИ-67, что является индикатором пролиферации. Вот биопсия. Здесь, понятно, здесь имеется смесь крови, но кровь не является проблемой для гистологической оценки. Это может быть проблемой, если вы берете образец для нацитологии, поскольку кровь иногда может затруднить интерпретацию результатов, но в гистологии кровь не мешает. И что мы можем сделать? Мы можем провести иммунно-гистохимическое окрашивание. И можем сказать, что на самом деле здесь действительно энеродокринная опухоль. И далее можем определить индекс пролиферации. Это G1, G2 и G3 опухоли. Замечательность картинки. Но после этого мы должны посмотреть на это все в клиническом контексте. Что же мы сделали? Мы также увидели. Мы пытались посмотреть на связь у пациентов с биопсией и результатами операции. У 12 пациентов. И посмотреть, что же мы увидели. Что соответствие гистологической и клинической оценки у 11 из 12 пациентов наблюдалось. Если мы использовали 2%, порог 2%, чтобы отличить опухоли G1 и G2. Если же мы использовали 5% порог, это позволило нам лучше различать опухоли G1 и G2. И мы увидели соответствие диагнозов у всех пациентов. Соответственно, очень важно. И это, соответственно, очень важно, поскольку определяет тактику ведения этих пациентов. По поводу стадирования. Это старая система стадирования, где портальная вена и верхняя божественная вена считались опухолями Т4. Сейчас считаются опухолями Т3. Это критерии, которые определяют операционную тактику к пациенту. Хотя это несколько спорный аспект. Поскольку если идет инфильтрация крупных артерий или других органов, это опухоли G1 и T4, и тогда операция уже невозможна. Если говорить об ососудистой инвазии, мы знаем, что ультразвук позволяет нам лучше увидеть область инвазии портальной вены в зону стока. Для приженщих вен, верхней приженщих вены и черевного ствола. Она эквивалентна по КТ. И КТ превосходит ЭУС при оценке печеночной артерии и верхней приженщей артерии. Понятно, что КТ становится все более и более сложной, все более и более продвинутой техникой. И возможно, если у вас очень хороший аппарат КТ, который показывает инфильтрацию, то, соответственно, скорее всего, она там будет. С другой стороны, если хорошее КТ не показывает инфильтрации, то, возможно, ЭУС не добавит вам дополнительных данных. Это мета-анализ, который показывает, что соотношение негативной вероятности 0,3. То есть, соответственно, это показывает, что если КТ делается корректно, на 64 или 180 срезовое КТ по панкредическому протоколу и не выявляется инвазия, то, скорее всего, ЭУС в этой ситуации ничего не добавит с точки зрения сосудистой инвазии. Но что же это может нам добавить? Оно может нам позволить выявить небольшие печеночные очаги, которые КТ не видит. ЭУС позволяет увидеть небольшие пакеты асцита, которые мы сегодня утром видели, которые, как правило, являются показателем карциноматоза брюшины или распространения в удаленные лимфоузлы. В частности, вот это вот лимфоузлы для американцев – это заболевание на 3-4% раков прозвучившей слезы. Они дают метастазы в лимфоузлы в средостении, и эти пациенты уже становятся неоперабельными. Теперь давайте поговорим о кистозных очагах. Я называю это такой эпидемией. Кистозные очаги находятся все чаще. Почему? Потому что КТ и МРТ, их делаются чаще и чаще. Если мы делаем КТ и МРТ, и мы случайно выявляем кисту у 1,2% бессимптомных взрослых пациентов, и этот процент повышается до 8, если мы говорим о лицах старше 80 лет. Если посмотреть на результаты вскрытий, когда проводятся подробные исследования поджелудочной железы, то, по сути, у каждого четвертого пациента на вскрытии выявляется киста на вскрытии. Из этих 24%, 3% – это кистозные кисты. Это злокачественные кисты, извините. Это типы кист, которые выявляются. И вот как они себя ведут. Это доброкачественные кисты, такие как псевдокисты. Есть также другие доброкачественные кисты, такие как серозная кистозная аденома. Также есть злокачественные кисты. Есть определенные случаи злокачественных цистокарцином. И также есть муцинозные кисты. И сейчас такая аденома потенциально может вырасти и трансформироваться в цистоденокарциному. И далее есть внутри протокта популярная муцинозная неоплазия, которая является сейчас, видимо, самыми частыми, или достаточно часто обнаруживаемыми опухолями. Вот аспирация кистозного очага в теле поджелудочной железы. Мы это можем сделать трансгастрально и трансдуаденально. Мы пытаемся получить столько материалов, сколько это возможно. И затем отправляем жидкость на анализ. Как правило, я отправляю анализ на ICA и на амилазу, и также на цитологию. И это позволяет вам получить предварительный диагноз в 80% случаев. Иногда эти очаги остаются загадкой и очень сложно поставить диагноз. И, соответственно, тогда такие пациенты отправляются к хирургам. Это исследование попадает, что КЕА является самым чувствительным, самым точным тестом. Но, видите, он чувствительный и специфичный, но его точность составляет 79%. То есть это не идеальный тест. То есть, соответственно, когда вы складываете все полученные данные, вы получаете такой пазл, который нужно собрать, чтобы поставить диагноз. Итак, опухоли внутрепротоковые, популярные муцинозные опухоли. Мы можем следить за таким пациентом в динамике, пока они не достигнут определенных параметров. И есть различные формы. И если идет вовлечение основного протока, то прогноз существенно хуже. Соответственно, IPMN, вот эти внутрепротоковые опухоли, рекомендации какие? Если идет в главном протоке, то, соответственно, идет рекомендация основная их резекция при возможности. Если, соответственно, имеется поражение боковых веточек, то мы оцениваем различные характеристики. Это опухоль диаметра более 3 см, дилатированный версунгов проток, положительная цитология и интермуральные узлы. Вот здесь мы видим небольшие интермуральные узлы. Это пациент с опухоли 2 см, с очагом 2,2 на 2,7 см. И, как правило, по размеру такие пациенты не отправляются к хирургам. Но такой пациент был отправлен к хирурге, и здесь была выведена аденокарцинома. Это мы видим узел в основном протоке. И здесь мы говорим... И, собственно, мы можем использовать методику УС для, собственно, получения доступа и дренирования желчеводящих путей. Какие кандидаты? Пациенты с доброкачественными, злокачественными билярными заболеваниями после неудачной РХПГ. То есть это не та процедура, которую вы делаете, как процедуру выбора, как процедуру первого ряда. Какой доступ? Трансгастральный, трансдодональный. Процедура, это может быть процедура рандеву. То есть мы проводим проводник через сосочек, и затем мы меняем, переходим на доноскоп, и процедура становится РХПГ. Либо мы можем непосредственно поставить стенд, используя ЭУС. Вот подход с помещением стенда. И это гепатогастростомия, и это печеночный доступ. И мы здесь идем в халедах, и в этой ситуации это, собственно, халедахадуаденостомия. Это такой литературный обзор, который говорит нам о том, что это, собственно, показано в этой процедуре. Мы видим, что максимальное количество пациентов проходило в рамках многоцентровых исследований. Технически это вполне доступная процедура с высоким уровнем успешности. Но, кроме того, она может давать и высокий уровень осложнений. Почему? Потому что мы используем инструменты, которые не совсем предназначены для этой процедуры. Мы используем инструменты, которые предназначены для РХПГ часто. И за последние несколько лет появились стенты, стенты для проведения ЭУС. Вот, металлические, полностью покрытый металлический стенд различных размеров. Видите, 6 на 8, 10 на 6, 10 на 10 и 15 на 10 миллиметров. Это стенд, который можно ставить под контролем ЭУС. И сейчас вот он закреплен на цистотоме. То есть, по сути, можем пробить, скажем так, стенку очага этого кисты без иглы и без проводника. Другими словами, процедура упрощается, сокращается время. Процедура становится более безопасной. Вот клинические случаи женщины 92-х лет с ампулярным раком. А в РХПГ неудачно. Это прямая пункция халедаха с помощью устройства. Мы проходим через халедах. Мы под контролем ЭУС проходим через дистально. Дистально и проксимально мы проходим. И далее мы создаем халедаха-дуаденальный анастомоз. И, по сути, вот здесь вот желчь, которая вытекает из посмещённого стента. Мы не использовали иглу, мы не использовали проводник. Мы не использовали контраст. И время процедуры было, продолжительность процедуры была менее двух минут. И эта пациентка после этого было совершенно нормально себя чувствовала. Через несколько дней функциональные печёночные пробы полностью восстановились. Поскольку мы поставили стенд за пределами основной опухоли. Это европейский опыт. 32 пациента с обструкцией халедаха. В основном проценты с дистанозом. То есть, соответственно, мы не можем добраться до сосочка. И были также случаи с сосцитом. То есть, сложные пациенты у каждого четвёртого пациента. И что мы получили? Технический успех 97%. Были некоторые проблемы вначале. Естественно, нужно эту методику, скажем так, изучить. А поскольку новая процедура. Клинический успех 93,7%. И были несколько серьёзных осложнений, которые были, опять же, связаны в основном с первым поколением стендов. Когда было невозможно напрямую войти с помощью цистотома. Вот сбор жидкости. Здесь, собственно, мы удаляем некротические массы. Мы ставим металлический стенд. Затем используем баллонный дилататор. И после этого можем зайти в полость. И провести прямую эндоскопическую некрозокотомию. Мы используем сейчас перекись водорода для того, чтобы, скажем так, растворить, что ли, некротизированную ткань. Это требует различных, множественных разрезов. Массу разрезов для того, чтобы, или резекции, чтобы удалить всю некротизированную ткань. То есть я приглашаю пациента, ставлю стенд. Потом несколько сеансов. Потом пациент начинает себя чувствовать. И как только пациент себя чувствует, лучше отправлю домой. Через неделю опять его приглашаю, уже в амбулаторном режиме. Для того, чтобы полностью провести очистку этой полости. Вот видите, вот ситуацию. То есть практически через месяц вы приглашаете пациента и удаляете стенд. И, собственно, проблема разрешена. Вот статья, которую мы недавно отправили на публикацию. Я только что закончил описать. Это серия. 93 пациента по всей Европе. В основном это случаи осложненные пациенты, пациенты с абсцессом, с некротизированной массой. И, собственно, у нас были проблемы. Мы смогли поставить стенд у всех пациентов, кроме одного. Мы проявили некрозоктомию у большой части пациентов. И клинический успех мы добились 92% пациентов. Часто осложнение составило порядка 5%. Была одна перфорация. И было одно кровотечение из катетера, который мы поместили. Который мы поставили. Был также один случай перитонита. И был один случай инфекции, суперинфекции, псевдокисты. И еще один случай. Я сейчас не помню, что там было. Еще один случай я не помню. Но, по сути, большая часть осложнений, они не были связаны с самой процедурой дренирования. Они были связаны с тем, что это достаточно сложное заболевание. Слайд что-то не переключается. А можете мне помочь? Что же мы сделаем с желчным пузырем? Вот острый холецистит. Видим стенку. Утолщение стенки желчного пузыря. Это пациент с высоким риском операции. Здесь мы использовали иглу и цистотом. Мы вводим катетер для проведения стенда. И, по сути, процедура делается под контролем МАУС. С дренированием. Это трансдональная процедура. И, собственно, вот стенд. И выходит контаминированная желчь. И это было основным вмешательством этого пациента. И этот случай будет описан в публикации европейской группы авторов. Также я поговорю о небольшом терапевтических вмешательствах. Танкоигольные инъекции. Дали имплантационную терапию. Для проведения и под контролем МАУСа, и опухолевая абляция под контролем МАУС. Все эти методики использовались с индицированием разного материала, с разной степенью успешности. Очень многообещающая техника. Это препараты, которые против РНК. То есть это токсичные препараты. Их невозможно давать внутривенно. Но если мы даем их локально, то, соответственно, дают хорошие результаты. Они вводятся с помощью специальных капсул, которые исследуют первой фазы. Вот анализ через 42 дня. Планируется исследование второй фазы. Это очень интересная методика. Далее имплантация. Федуциальная имплантация. Очень просто это делать, без осложнений. Это случай... Это, собственно, статья по использованию радиочастотной абляции опухоли поджелудочной железы. Это пациенты, у которых все другие методы лечения были неэффективны. И мы видим, что, по сути, у двух-третьих пациентов терапия была успешна. Но было очень сложно понять, уменьшились ли очаги. И вот исследование абляции кист, используя спирт или этанол и поклитоксел. Это корейское исследование. Я нескольких таких пациентов провел. Таким образом, нужно быть очень осторожным, поскольку используете спирт, вводя его в кисту, то возможно поражение и паренхемии поджелудочной железы, что может привести к развитию панкреатита и к развитию очень серьезных осложнений. Так что, в качестве вывода можно сказать следующее. ЭУС – это новый шаг вперед. На самом деле, я думаю, что эндоскопия будет процедурой, которую мы будем активно развивать в течение ближайших 20 лет. И для нас весь, если хотите, весь кайф только-только начинается. Спасибо. Уважаемые коллеги, глубоко уважаемые гости, глубоко уважаемый президиум, огромное спасибо за то, что мне вновь предоставили возможность выступать на этой арене. Мне это очень приятно. с удовольствием, в общем-то, я сюда приехал. Задачу, которую поставили передо мной организатором мероприятия, это достаточно узкая и специализированная тема, и я ее хочу продемонстрировать на модели опухоли, ну, по большей части, на модели опухоли поджелудочной железы. Вот, это в частности, да, это методы получения материала для морфологического исследования при патологии органов панкреата билиарной зоны. Они так или иначе похожи, но имеют вот, ну, небольшие различия между нозологическими единицами. Ну, соответственно, вот опухоль поджелудочной железы. По данным, да, вот я здесь специально привел Европейское общество исследования данного вопроса, так или иначе, несмотря на все наши усилия, которые есть или нету, то выживаемость при опухоли поджелудочной железы это 4-6 месяцев. Данные, допустим, на которые я вот, ну, когда ехал сюда, посмотрел, если выявляемость опухоли поджелудочной железы это порядка 67 пациентов на 100 тысяч населения, то смертность первого года это порядка 60 пациентов, то есть только 7 переживает вот этот год. И, соответственно, отследили летальность по годам, и, соответственно, такие точки это продолжительность жизни и смерть в течение года, 3-х лет и 5-ти лет. И, соответственно, выжило 16% это в течение года, 5,5% это 3 года из всех пациентов прожило и менее 4% перевалили за 5-летний период. Ну, это говорит о том, что заболевание оно имеет достаточно агрессивное течение и несмотря на все современные усилия, все-таки оно очень агрессивное и очень плохой прогноз имеет. Но, возможно, мы что-то можем сделать и чтобы хотя бы даже 16 пациентов перевалили за вот этот предел 4-6 месяцев мы должны стараться сделать. По данным Михаила Ивановича Давыдова какую он статистику приводит соответственно данные это за 2011 и за 2012 год очень важно очень важно вот эта позиция и вот верификация морфологическая верификация диагноза. то, что при опухолях поджелудочной железы это порядка 46-49% за эти годы предоперационная верификация или вообще верификация опухоли поджелудочной железы была сделана. Но это скажем так это очень концентрированные данные и это данные скажем так вот онкоцентры и тех учреждений которые являются дочерними я знаю ну точно ну как я не могу сказать что я знаю да но я обладаю определенной информацией то что далеко не во всех учреждениях нашей страны проводится морфологическая верификация и скажем так если мы чуть-чуть отойдем от центров да вот от Питера от Москвы от крупных городов то фактически даже если выполняется операция какая-то на поджелудочной железе то она выполняется без морфологической верификации и по большей части даже без до какого-то детального обследования пациентам либо не выполняется операция и пациенты вот эти ведутся у меня очень хороший наглядный пример ко мне из эндской области поступил пациент год этот пациент наблюдался с диагнозом аптоиммунный панкреатит когда он пришел ко мне мы сделали эндоузи выполнили тонкоугольную пункцию и получили соответственно рак год пациент наблюдался с таким диагнозом так вот если мы говорим о каком-то скрининге и о выявлении рака при профосмотрах это с одной стороны невозможно поскольку заболевание все-таки такое агрессивное с другой стороны те цифры которые мы обладаем это 2,5-3 целых 2,2% это ни о чем то есть фактически ни о каком скрининге данного заболевания мы не речь не идет с одной стороны потому что он не организован с другой стороны мы не знаем как его организовать и с третьей стороны мы не знаем как подстроиться под биологию опухоли потому что опухоль если она все-таки развилась то она может за вот этот год просто убить пациента задайте задайте мне вопрос немножко в конце лекции о том как развивается опухоль и когда ее можно или нельзя демонстрировать потому что это не входит в рамки доклада но это можно об этом поговорить по поводу стадий выявления заболеваний соответственно первая вторая стадия это оптимальная стадия для проведения хирургического вмешательства выявляется всего менее 13 пациентов то есть это очень плохая статистика третья стадия это порядка 21 процента и четвертая стадия это порядка 60 пациентов то есть четвертая стадия она под собой изначально предполагает то что все те наши усилия которые мы вкладываем в пациента они скажем так они не увенчаются успехом пациент имеет отдаленные проявления заболеваний и уж точно ни о каком хирургическом вмешательстве здесь не идет речь это осознанные палиативное лечение но вот это особенно палиативное лечение оно скажем так должно опираться на морфологическую верификацию потому что кроме химиотерапии здесь ничего больше сделать нельзя плюс наши какие-то палиативные действия которые мы можем проявить ну соответственно неустановленная стадия это порядка 7 процентов и летальность на первом году это порядка 68 процентов случаев ну по сравнению с европейским данным если мы вернемся то наш 100 минус 68 получается 32 это достаточно скажем так вот ну неплохие данные да дальше все мы знаем способы диагностики опухоли поджелудочной железы вот основные да это ультразвук который делается везде повсеместно это компьютерная томография и в идеале если она выполняется с использованием внутривенного контрастирования магнитно-резонансная томография который имеет в данном случае свои специфические задачи и направлено не непосредственно на диагностику первичного очага а на выявление метастатического поражения в печени потому что этот метод немного лучше чем компьютер томографии позволяет ознакомиться с ну то есть следует печень дальше это уже РХПГ который и с моей точки зрения имеет только узкоприкладное назначение да ну это дренирование желчных протоков ну и какое-то возможно получение какое-то получение информации в состоянии желчеводящих протоков эндоскопический ультразвук и также определенные маркеры СИ-19-9 он везде представлен мы о нем знаем то что это маркер но я думаю то что мало кто из вас знает то что СИ-242 это тот онкомаркер который более специфичен его специфичен в 5 раз больше чем СИ-19-9 он более чувствительный то есть при если СИ-19-9 начинает повышаться при 3-4 стадии заболевания то этот маркер 2-3 заболевания то есть он скажем так более ну хорош для этой патологии ну и стандартно это раковоэмбриональный антиген вот далее что хотелось бы на чем хотелось бы остановиться то что у нас есть неинвазивный метод диагностики такие как да вот мы уже я уже говорил это позиционная эмиссионная томография компьютерная томография эндозии чувствительность у них в общем-то так или иначе сопоставима она хорошая она от 80 до 90 процентов если мы говорим о специфичности то специфичность антигенография она выше чем при вот этих методах опять же это методы визуализации мы говорим то что да вот мы увидели да мы просмотрели да потом мы провели статистический анализ с прооперированными больными но нам нужна все-таки морфологическая верификация и морфологическая верификация это тонкоигольные пункции не во всех но в лучших клиниках в лучших исследованиях да от которых проводится статистическая обработка чувствительность тонкоигольных пункций достигает 95 процентов это очень хороший результат и вот допустим вот на этом слайде у меня приведена такая статистика что точность та негативно предсказательного значения при тонкоигольных пункциях это 85 процентов следующий слайд он будет еще интереснее это говорит о том то что если мы не получили морфологической верификации это не значит то что диагноза нету вот это то за что стоит бороться но соответственно прикладное значение с моей точки зрения все больше и больше убеждаю что это да хороший анализ керосмутации но он нужен только в плане проведения диагноза есть опухоль нет диагноза клинического прикладного значения он абсолютно не имеет потому что у нас сейчас не разработаны таргеты то есть таргетная химиотерапия при именно вот этой мутации поэтому это является чисто диагностическим дифференциально диагностическим методом исследования ну и соответственно экспрессия муцина характерна для муцинпродуцирующих опухоли вот ну и значит как мы можем доказать то что мы видим не какое-то там какое-то там объемное образование а именно то что мы имеем дело с онкологией один единственный способ это только морфологическая верификация основные способы которые мы можем получить морфологическая верификация представлены на слайде это ну хирургическое вмешательство и различные функционные методы получения морфологической верификации это под контролем ультразвука под контролем компьютерной томографии через кожные методы и внутри просветной это тонкоигольная пункция хирургия прекрасный метод он везде используется если все-таки мы выполним хирургическое вмешательство и исследуем какой-то материал то мы выполним либо фрагментацию опухоли отправленную морфологическую исследование либо тонкоигольную пункцию очень хороший метод мы практически наверное в 100% получим результат вот ну однако да с одной стороны мы увеличим время вмешательства чтобы выполнить все корректно а с другой стороны это к сожалению русско-российская действительность и мы должны об этом знать если мы берем пациента на хирургический стол и выполняем интероперационную вот эту биопсию и интероперационно получаем морфологическую верификацию это говорит только об одном об одном то что пациент который взят на хирургическую операцию он недообследован и с моей точки зрения да таких случаев быть не должно оно я согласен то что это повсеместно есть но это все он нет до обследованности пациента у нас нет морфологической верификации диагноза соответственно мы не знаем рак это не рак мы не знаем на какой объем операции идти вот если мы выполняем пункцию из первичного очага соответственно да чтобы получить морфологическую верификацию мы скорее всего говорим об идеальном пациенте для хирургического вмешательства у него нет ни асцита и нет метастаза в печени поэтому мы можем себе такое позволить но если мы вернемся немножко выше и посмотрим на статистику то что у нас порядка 60 процентов это четвертая стадия заболеваний то это фактически это ну нереально и то что мы делаем интероперационные да вот получаем морфологическую верификацию это заведомо пациент которым не может быть выполнено радикальное хирургическое вмешательство нужно ему делать хирургическое в таком случае даже эксплоративную лопаротомию с моей точки зрения однозначно нет у нас есть малоинвазивные методы оказания как получения морфологической верификации материала так и оказания паллиативной помощи таким пациентам хирургии здесь ну скажем так это очень очень за уши притянуто дальше это через кожный метод дренирования они обладают очень хорошей ну от нас скажем так ну хорошей чувствительностью по выявлению опухолевых клеток это порядка 80 процентов вот но мы здесь вот такое то что проведено в данных литературы мы имеем риск контаминации опухолевых клеток по пункционному каналу опять же если мы говорим об инкурабельных пациентах да то это да это у нас четвертая стадия заболевания и мы получаем морфологическую верификацию с целью назначения именно химиотерапии а если мы говорим все таки о тех счастливчиках так которые попали первую вторую стадию то те пациентов которых все таки можно как-то выполнить радикальную операцию то эти риски они должны быть исключены пациент не должен быть подвергнут такому риску если все таки мы напоролись на такое счастье что мы выполним радикальную хирургическую операцию то мы должны быть подстрахованы со всех сторон это с одной стороны с другой стороны кто-нибудь когда-нибудь я думаю присутствовал при получении материала для с помощью через кожаной тонкой игольной пункции это транскутальное исследование да соответственно от кожных покровов до непосредственно опухолевого очага у нас как минимум ну сантиметров где-то 12 опухоль сантиметров 2-3-4 манипуляции иглы в этой опухоли они очень ограничены мы сейчас ну на конгрессах рассматриваем различные методики выполнения тонкой игольной пункции под контролем эндосонографии это такие как веерная технология когда мы забираем материал из различных участков опухоли это ну различные вот эти вот методы которые позволяют улучшить качество получения материала с помощью транскутанового ультразвука я думаю вряд ли мы сможем позволить себе выполнить верную забор материала потому что угол очень сильно изменив направление рукой на 2 миллиметра мы уже теряем опухоль из ультразвукового окна и игла выходит из опухоли это вот один такой недостаток это опять же с моей личной точкой это моя личная точка зрения компьютерная томография тоже прекрасный метод визуализации но что мы делаем у нас есть два способа получения когда мы воткнули иголочку выбежали за ширму спрятались посмотрели где иголочка стоит вернулись скорректировали положение и такой скажем так не онлайн а только дискретный подход к опухоли это большое время это скажем так влияет на точность попадания в общем намного факторов влияет с другой стороны если мы ничего не боимся то мы включаем компьютер и начинаем искать делать тонкую огольную пункцию попадаем в опухоль аспирировал материал заканчиваем но мы знаем то что время нахождения под компьютерным томографом оно эквивалентно в 10 раз больше нахождения под рентгеновскими лучами такой специалист я думаю через год если его запустить на поток он скажет все мне пора на пенсию молока я за всю жизнь столько не выпью чтобы справиться с этой лучевой нагрузкой поэтому этот метод скажем так подумать нужно вот и тонкая огольная пункция чувствительность я взял самую низкую это порядка 85% извиняюсь данный скал это полфокинс 2008 год специфичный достаточно большая 98% и негативное предсказательное значение 55% то есть если мы выполняем тонкоугольную пункцию и у нас нет результата мы не можем говорить то что опухоли нет у нас я правда не знаю где вот источник но принято с онкологической точки зрения выполнять тонкоугольную пункцию не менее трех раз вот как так вот принято вот и тогда уже мы можем сказать что да у вас онкология нету и не отпустить пациента домой а пациенту сказать что приходите пожалуйста через извиняюсь а приходите пожалуйста через полгода на контрольное обследование вот поэтому вот это вот помнить нужно то что если мы не получили это не значит то что этого нет и вот данные да вот мулецентровых исследований то что в общем-то методика она с 95 года выполняется и накоплен достаточно большой опыт и по мере накоплений этого опыта соответственно эффективность данной методики она накапливается и улучшается далее тоже нужно сказать то что тонкая гоня-пункция она может быть использована соответственно и не только при раке поджелудочной железы но и при нейроэндокринных опухолях единственное что здесь нужно сказать что у нас в стране нету дополнительных методик визуализации нейроэндокринных опухолей у нас есть скажем так обычная эндосонография но нету допустим контрастного метода исследования и кто занимается кто грубо говоря в бизнесе наверняка встречались то что нейроэндокринную опухоль на фоне неизмененной паранхеми поджелудочной железы периодически очень сложно выявить соответственно визуализация опухоли это здесь тоже такой вот вопрос если мы визуализировали то получить материал да безусловно мы можем следующее то что тоже на что нужно обратить внимание то что применимость данного метода при муцинозных различных опухолях чувствительность данного метода она колеблется она не 100% она уже даже не 85% она при может от 21% а 21% это крайне мало соответственно кто эти опухоли так или иначе с этими опухолями работал знает то что как можно ну зная биологию опухоли что такое допустим ну скажем так да какой-то муцинозная опухоль да или как кистозная опухоль допустим если у нее только строма выслана по типу авариан то есть по типу строма яичник нам нужно взять материал именно из строма а строма это 1-2 мм то есть это фактически стенка кисты то есть тут очень-очень много чего нужно знать чтобы получить и добиться корректного диагноза ну не всегда это так вот возможно чувствительность да хорошая 100% дальше если мы говорим об анализе маркеров да здесь это дополнительный метод и этот метод он нам может помочь соответственно раковоэмбриональный антиген мы можем посмотреть да и у нас очень хороший идет дифференциальный диагноз если для серозной цистоденомы характерно фактически отсутствие раковоэмбрионального антигена но для муцинозных опухолей он при его референсном значении и при его повышении более 400 нанограмм на литр мы можем говорить о том что здесь это не обычная какая-то киста а это какая-то муцинозная опухоль ну соответственно достаточно неплохая чувствительность у данного метода далее СЕ19-9 это тот маркер который смотрится и должен смотреться при подозрении на кистозную опухоль соответственно если его количество превышает да 50 тысяч то он это может быть с чувствительностью 15 процентов и специфичностью 81 процент проводить диагноз между обычной кистой и муцинозной кистой и с чувствительностью 86 и 85 процентов это показатель характерен для аденокарцинома ну и соответственно то о чем сегодня ввелась дискуссия это уровень амилаза соответственно чем больше уровень амилаза тем больше мы склоняемся в том что перед нами именно псевдокиста а не какая-то а не какое-то допустим кистозного образования для которых повышение амилаза может быть но оно не характерно и оно не может быть таким высоким осложнения какие есть безусловно у нас есть общая статистика и от нее никуда не десут так вот осложнение это не превышает 2,5 процентов однако у нас есть опять же тонкость и эти тонкости заключаются в том что если осложнение для соленых объемных образований оно минимальное оно меньше 1 процента то уже для кистозных новообразований оно достигает фактически 14 процентов и если это так то мы должны подумать какой метод использовать а какие допустим осложнения могут ну самое элементарное это нагноение вот соответственно какой метод лучше визуальный метод комплексный да вот оценки визуальных методов чтобы подойти к постановке диагноза либо выполнение тонкоигольной пункции если без нее не обойтись если мы не можем поставить диагноз и допустим как Альберто говорил что если это не женщина молодая и опухоль не кистозная опухоль не более двух сантиметров то к этому методу обращаться вряд ли стоит поскольку здесь у нас есть риски вот основные риски да это панкреатит и кровотечение и опять же очень важно какой риск это риск контаминации опухолевых клеток по каналу соответственно мы должны очень избирательно подходить особенно к кистозным неоплазиям далее это инвазивные методики визуализации стриктур панкреат билярной зоны это эндоузи РХПГ и через кожное дренирование соответственно для эндосонографии она может использоваться для постановки диагноза для стадирования этих стриктур если выполняется эндоузи для стриктур подозрения на малигнизированную стриктуру только этим методом соответственно мы сможем подтвердить ее в 88% случаев что нам может подсказать если у нас утолщение стенки протока более 3 мм это является как раз тем критерием который говорит что скорее всего это утолщение является злокачественным дальше то что выполнение РХПГ либо любого прямого контрастирования желчных протоков либо ретроаградным либо антеградным оно не внесет в себе какой-то такой большой логической нагрузки потому что чувствительность в определении и характеристики стриктуры как злокачественно очень низко это все на все 66% и специфичность 51% то есть это скажем так вот метод визуализации безусловно у нас есть другие методы такие как внутри протоковая внутри протоковая брошь биопсия вот она также может она также не является золотым стандартом и у нее чувствительность это всего-навсего 42% специфичность 98% то есть это вот хорошие данные дальше та методика которую я ни разу не увидел в своей жизни в общем-то ну ни в России не слышал то что выполняется внутри протоковая трансмукозальная тонкоигольная пункция чтобы получить вот этот материал под контролем аннузии я видел что берется биопсия делается брошь биопсии но чтобы пунктировалась я такого не видел но это тоже методика она имеет право место быть ее чувствительность достигает 34% следующий метод да метод который уже более скажем так реально с помощью которого более реально получить диагноз это внутри протоковая щипцовая биопсия под контролем опять же под контролем прямого контрастирования желчных протоков мы заводим щипцы на уровень структуры и выполняем уже прицельную биопсию из этого места да это хорошо это здорово вот однако у меня по-моему следующий слайд какие у нас есть еще способы для расширения представления о характере вот этого опухоли это внутри протоковая ультрасонография но опять же сказать точно что это склерозирующий холонгит либо это стелющаяся холонгиокарцинома крайне сложно это вопрос дискуссии вот и холонгиоскопия которая тоже в общем-то можно но не всегда можно сказать то что мы видим опухоли так вот соответственно клиническая эффективность эндосонографии в исследовании стриктур то что с помощью эндосонографии безусловно мы можем идентифицировать и визуализировать стриктуру в 98% в случае да увидеть мы ее можем то что выполнение тонкоигольной пункции с позитивным да вот каким-то результатом как я говорил это 58% вот если мы к тому же к этой методике дополняем холонгиоскопию вот соответственно у нас возможность улучшается мы можем прицельно выполнить биопсию вот мы можем провести диагноз с некоторыми объемными образованиями и если мы сочетаем вот эти вот методики да вот визуализирующие то мы в принципе можем достигнуть эффективности до 88% если мы используем и эндосонографию и вот используем да вот холонгиоскопию то фактически мы диагноз можем оптимизировать получение диагноза до 94% вот ну и в заключение что хотелось бы сказать то что все визуальные возможности которые мы имеем они недостаточно для того чтобы поставить корректный диагноз мы можем увидеть вот но мы не можем понять что это такое и очень важно это является все-таки морфологической верификации диагноза это является отправной точкой когда обычный пациент превращается в онкологического пациента ему уже может с ним работать с поставленным диагнозом много способов есть получения морфологической верификации диагноза и каждый каждый абсолютно способ это скажем так может быть одним из способов мы всегда должны помнить о том что если мы не получили сет этим способом морфологической верификации у нас есть другое комбинация это самый наверное лучший способ достижения морфологической верификации но использование комбинации этих вот методов оно к сожалению сейчас и нужно об этом говорить и нужно делать акцент оно увеличивает стоимость нашей процедуры поэтому опыт плюс знание они смогут вам наиболее в короткие сроки и наиболее дешево получить морфологическую верификацию диагноза ну наверное спасибо за внимание